Продолжение следует... 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 Так что очень еще прошу подумать, пересмотреть и проинструктировать тех, кто живет, так сказать, по-старому. Вот мы с этим столкнулись, и это касалось нас. Когда, оказывается, оттраняли олимпийцев, нам было грустно, нам было обидно. Но это не касалось нас, сейчас касается и нас. Спортсмен-старший возрастной группы. А как лечиться? Терапевтической использованием нужно оформлять. То есть, к примеру, вы используете препараты, которые находятся на предсчетном списке. Вы должны согласовать устребление этого препарата. Если мало угроза жизни, и препараты раньше ввели, нужно незаметно сообщить об этом в Международную Федерацию. Она вообще связывается с РУСАДом. У нас эти занимаются РУСАДом. И Международная Федерация примет потом решение, может ли вы допущено это соревнование. Или не может допущено. Рекомендует, не участвует в какую-нибудь дезинфикацию. А будет недопытка соревнования ввиду того, что препарат, который вы употребляли, получает спортивный результат или прочая какая-то аргументация. Так если он лечит, то есть, а вы его повышает. Вот таким искрением, как бы мы не были. А как же? Аспирин, аспирин. Понимаю. Аспирин, аспирин. Давай, давай. Аспирин можно. То есть, традиционно мы на общем собрании обсуждали следующую поездку. На Международном Северновании, к сожалению, в 2016 году поездок на Международном Северновании у нас не будет. К сожалению. Я задал вопрос, я задал вопрос, я задал вопрос, я задал вопрос Международной Федерации, могут ли спортсмены под нейтральным флагом выступать в официальном конкурсе, расслабляя каждую кандидатуру. Это было отрицательно. Уже был вопрос. Граждане Российской Федерации, получается, рамки тяжелых ответов, да пусть они не будут. Ни на каких же рекомендует? Ни на каких. Да не нужны это все равно, а если не приставляться с травмой, зачем это? Что касается непосредственно кубка мира, кубок мира 2013, 2014, 2015 были в Международном календаре, там фиксировались кировые рекорды. Там были коммерческие турниры с призовые, ведь сейчас соревнования по названию кубок мира, потеряли вообще смысл. Последний кубок мира, который проходил в Австралии, в городе Голкост, не был популярен. Участников в соревновании было немного, была немногочисленная делегация из России. Но, как я сейчас повторюсь, эти соревнования потеряли просто смысл. Там не фиксируются ни рекорды, зал Международного славы, они никаких дивидендов не дают, на них это издавание никуда. Так что у нас будет решение президиума, просто эти соревнования не считают, в зал славы. А в поездочные страны, когда спортсмен много участвуют, но по всем правилам федерации, но в результаты в зал славы относиться не будет. Так очень невысокая конкуренция для этих соревнований. И давать такие же очки, как победу в Штате мира, где в группе уступают, бывает по 5 человек в группе, в категории, но это как бы нелогично. Есть вопросы по последним информациям? По работе федерации. По работе федерации мы уже обсудили. Нет федерации. Уже нет федерации. То есть у нас останутся общие собрания, мы будем общаться, мы будем слушать то, что хотят члены федерации. То есть у нас будет общение, потому что первое время, я могу сказать, что точно, мы будем выживать за свой счет, как мы и выживали, за счет стартовых вносов, за счет детских вносов. Будут различные предложения, вот я слышал, что и Фим Фрейгер хочет выступить с каким-то вопросом. И Фим Фрейгер. Уважаемые господа, мы, прежде всего, не так называемые генералы и спортсменов наших подростковых групп. Один из генералов своей собственной жизни, который использует тяжелый день для своего совершенства. Я имею в виду вам предложение, подготовил дневное расстояние, чтобы были понятны мотивы, которые у них были в жизни, но у них были поздние. Я предлагаю учредить почетный знак нашей федерации для участников нашего движения, пробывших днем не менее десятилетия для строительства по определенным парадам. Таково, грамотам, декадам и прочее. Идея этого знака в том, что заключается в том, что надо награждать не только элитру и спорно заслуживающие люди, но и более широкие двух участников нашего движения, посвящающих часть своей жизни и нашему движению. Я не могу, но и более широкие двух участников нашего движения, но и более широкие движения, Вот такая выразительная фигура, с почетным знаком. Вот такая страцентра. Можно еще иначе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Давайте я немножко расскажу, что мы с Ефимом были в Швеции часто в Апсидии, мне он очень много про этого рассказал. Вот, я вкратце. То есть критерий для этого знака – это 10 лет участия в жизни в Федерации. То есть приезжает есть спортсмен, который занимает и 5-й, и 10-й места, но они живут, они наполняют нашу Федерацию. Вот, они живут благодаря этим людям, которые приезжают постоянно, либо они судят, либо они выступают. Они создают, как бы, наши Федерации, как какая-то капелька. В общем, вот. Замят там 400 застал и просто никогда не сутка. Но им хочется в своей среде быть тоже четко узнаваемым, четко быть особенным. Я согласен с Ефимом, что из более 300 спортсменов, которые участвуют ежегодно на чемпионат национальных соревнований, наградная атрибутика в основном касается 50, ну, небольшой, а 300 человек, как бы, тоже хотят быть тем, кто... Не будем, не будем. Давайте поддержим. Критерии, на мой взгляд, они не совсем простые, но не совсем сложные. То есть приезжайте на соревнования участников, кто-то из первых местами уезжает, кто-то из баранка уезжает, но он, тем не менее, приезжал. И приезжает судить. Мое мнение, то, что нужно поддержать основную массу наших спортсменов, чтобы... Было у них что-то такое особенное, эксклюзивное, чем они могли гордиться и удивлять своих товарищей. Давайте проголосуем на этот вопрос. Кто знает? Время очень хорошо. Вопрос, вопрос, вопрос. Эх. Да. Эх. Сейчас, сейчас, сейчас. Ребята, делайте решено, а? А что вы хотите? А что вы хотите? А что вы хотите? У меня сказано сейчас не про работу там удовлетворительной, не удовлетворительной работой комитета дегенерации тяжелой аклетики, а хочу, чтобы это было как... ну, на рассмотрение. Ребята, а нам, мы не юноши, не юниоры, не мужики, мы, посмотрите, что это спарта, свои рамки. Я хочу, мой фрейм, он меня поймет и просто меня еще скажет. Ребята, на сегодняшний день у меня на таком такой мысли, что никто из вас не застрахован от девчастого случая. Ожидание 25 минут скорой помощи, хорошо. Пускай 5-10 лет, если будут такие травмы, это, господи, чтобы было нормально. Может такое случиться, чтобы 5 минут и все, и все. Я попросил 5 минут, особенно теперь вообще. У меня мысли, что нет. Суть предложения какая у вас? Я рассказываю, вот, к примеру, в нашем городе. Любые соревнования, находящие в городе, это, конечно, комитеты, это государственные объезды, всегда стоит скорая помощь. Даже после того, что в нашем городе были террористические декзажаны, собраны, собраны, собраны и собраны. Мы все, мамы, это все скажем. Я не знаю, как различные были, какие у них правила по проведению спортивных мероприятий стоят. У нас на всех любых спортивных мероприятий стоит скорая помощь. Не знаю, как здесь. Конечно, мы в рабочем соревновании, мы арендуем, и правда, дорога. Но мы арендуем в этом зале, значит, в этом зале, это же предприятие, организации этого зала. Они уже заразят, значит, это предприятие. Они могут дать заявку, чтобы у вас скорая помощь. Если это платная, которая поможет, значит, чтобы все проголосовали, потому что в этом никто не застрахован, чтобы это входило сумма в группу лично. Я думаю, что вы знали, что пошло из параковок. В разных регионах, по-разному. Пошлось в области, можно проводить, можно сказать, 2 тысячи. Тем более, если вы уже будете. А в том числе, что комитеты. Да? Да. 3 тысячи часа. В параковочке 3 тысячи часа. Хочу вам сказать, что скорая помощь у вас в любом случае не застрахован. Скорая помощь, которая стоит на объекте, она за себя вызывает экипаж. Она никогда не с вами не поедет. Она также, она также в помощь, как врач, который находится в зале. Она нас не в... А что это врач, который находится в зале, который находится в нашем сайте, в бинте, или в паралетах... Это большинство, вы сами знаете, большинство таких врачей. И так это раз проверяет скорая помощь, а нужно не сердечно отодать. Я уже сказал, скорая помощь, как бы решить, это должно быть. Я вам еще раз говорю, что ручки, у нас, вообще, посылки нам, стоят скорая помощь. И даже если у них волейко, баскетбол, мини-футбол, стоят скорая помощь. Я вам задавал воспитатель, вы можете даже узнать, на них соревнованиях в Северосийском большинство, Стояла скорая помощь, два ветерана, которые выступали. Мои ветераны тоже выступали, 5 тысяч человек. Тут он плавает, сидит, и ветераны, которые приводят туда. У нас два ветерана рвали на колебьях Лизунов и Хефедагг. Их буквально сразу возили. Делали ветераны. А, поздное время? Значит, вас не успеют обращать. Сегодня 25 минут выезжали. Можно по-русски? Поскольку мы, поскольку мы, поскольку мы входим... Хорошее предложение дали, хорошее предложение. Но поскольку мы входим в состав основной федерации, составной части, там вот эти правила соблюдаются. Значит, с нами, у нас будут соблюдации. В первую очередь, когда прописано, то есть полосы. Мы уже не только что, потому что мы не застрахованы. И мы должны... Ребята... Все будет как? Оно бы хотелось бы проработать на следующем собрании, чтобы это было сказано. Мы все правильно говорили, что пилили. Они запросы закончены. И на какой-то вопрос задать не застрахованы. Мы голосуем сейчас за подчётный знак федерации. Давайте. Кто против? Против? Кто против? Честно говоря, я... Кто воздержался? Кто-то вопрос. Не понятно... Но, что это... Ну, это провалит... Нет, ну там уже поработали. А, уже знаете... Пришли. Это же... Против? Против этого рисунка, и против снаба? Так это уже не надо, там все, что... Ну, если чтобы, когда, с ней... Если, то, что, на виду, дай мне... То он не благослов... Сделай, сделай, предложи. Я повалю... Так, сейчас в суду 3-й праздник, Сергей Анатольевич Анатольевич, в суду 3-й праздник, просьба не расходиться. Вопрос очень важный. Уважаемые коллеги, вопрос действительно важный. Я здесь, я наружу, я внимательно смотрю, как поступают спортсмены и как их судят. Судьи, ну, если мягко сказать, судейство, оно очень слабое. Чему я об этом говорю, и мы придется со следующего года нам работать вместе в одной федерации. Как вы знаете, есть учительный комитет в этой федерации. Я его возглавляю ранний вице-президентом. И судейство у нас организованное, наверное, на самом-самочном высоком. Здесь, вот, Рим Александрович Коженков, судья всероссийской категории, он периодически принимает участие в судействе, может подтвердить, что качество судейства очень серьезное. Почему держу вот так вот, так вот, нижняя. Все судьи должны иметь судейскую категорию обязательно, хотя бы первую категорию, либо пришью всероссийскую, международную он счет сейчас не принимается, потому что в Министерстве спорта критерием качества вашей работы будет у состоявления судей, либо первой категории, либо цероссийской. Вот такая книжка, это учет работы судей, тоже обязательно это не. Если следующего года, когда при судействе наших основных людей, которые в календарном плане, операция будет выпускать при лицензии, они дают право, а то без лицензии судей не будут. Какие бы у вас объемления были за суд, если лицензии нет, судейство получено и судей не будет. Я сейчас вот так говорю, чтобы мы были готовы к этому. А спортсмены, которые выступают, я их понимаю, есть контрактуры, естественно, физиологические, невозможно локоть выпрямить. Но надо оказывать судьям, что локоть не взрывается, и поднимать их в таком положении, чтобы движения и штанги не было после подъема штанга. Так и заставать в таком положении. И не обижайтесь, если вы будете получать не будут выражительные акценты спортсмены, значит, больше работайте над техникой, заказывайте меньше веса, чтобы не было каких-то пародийных выступлений, я за этим буду следить. И в вашем комитете, в вашем движении, как вы его назвали, старший возрастный год, все правила будут соблюдаться. Вы видели, что у меня на столе книжечки есть. Это перевод международных правил на русский язык, подготовленный техническим комитетом, одобрил Народной Федерации тяжелой атлетики, там и шаяк, лично руководил мне. Казал спасибо, Владимир, что вы сделали русскоязычный перевод на русский язык. А 12 октября, вот месяц назад, министр спорта Галакова писал приказ об утверждении правил по вирусу спорта тяжелой атлетики, так называемый российский правиль. То есть у нас есть два мета, не еще всего. Это правила российские, правила международных. Мы их будем соблюдать. Я прошу принять сведения, как спортсменов у вас, так и будущих судей, если вы будете работать в таком качестве. Если есть ко мне вопросы, я их пойду. На эту тему ответить. Немножко такая вот ремарка, Мазон, я хочу сказать, российские и международные правила. То есть международные правила сступают в тот момент, и даже нет российских правил в том, как на данном моменте. То есть бывает какой-то спорный момент, не раскрыть российские правила, это внимание берет правила международных. А все остальные с финальной тематой которые российские федерации по правилам российской федерации и если вам было в том, что мы принимаем в том, что мы принимаем. Владимир Анатольевич, а нельзя ли основные положения правил и сдать в одном или в нескольких номерах Олимпа? То есть человек купил, у него лежат эти положения? Я Испанч, а у них большого размера формата журналы правило несколько удобных для чтения. Не каждый из вас журнала либо читает. А правило, есть правило. Я думаю, что достаточно тех, которые уже есть, а наушица А где их взять? Где их взять? В федерации. В федерации? Да. Есть первая категория. Есть предоставление. Вот в рамках в Кузбка чемпионата проводить семинары, чтобы получать на снисах на позиции российской категории. Набирать. Конечно, выходили в семинары, в основном, как мы сейчас проводим. То есть семинары преследуют цель повышения южных дефекаций. Да. Есть норматива в соответствии с учетом нужно получить звание судей. То есть российские категории первые, категории только в этой категории имеют право на выплату вознаграждения для работы судей. Другие категории не рассматриваются. Вы знаете, сейчас, секунду, вы знаете, что те предприятия, которые в календарном плане им с полка России оплачиваются с работой. Не много, но отдачиваются. За первые категории 750 рублей в день, за категорию всероссийских 850 рублей. Мы будем стараться применить это и для нас, для ваших душей. Будем стараться. Я имел разговор и с президентом федерациям давать, ваше предложение, будем их рассматривать, чтобы ветеранским спортом привлекать сухи, работники и оплачивать. Кто представляет право? Что-то думает. Право. Нет. На суде. Субъекты. 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 Спасибо за внимание. Уважаемое общее собрание у нас еще некоторые вопросы. Важные вопросы. Важные вопросы. У нас такая должность как Международная Федерация Здравийское Значение. Это человек, которому все средства Федерации. Денечные средства. Алексей Безбородов. Мы при вас всех знакомим. То, что Алексей у нас в бюджете Федерации и у него будут все денежные средства нашей Федерации. Сумма, которая сейчас находится в бюджете нашей Федерации, нашего комитета, наша, она будет передана Алексеем. Вот. что касается правил дополнительной возможности, все средства будут у Алексея. Вот. Потом, что касается битвы четырехлетних. Битва называется 50 евро. Это мы потеряли очень много времени в общее собрание, на котором могли решать важные вопросы развития, обсуждения. Мы взралили в пустую. Вот. решение президиума это просто взнос Федерации для участия международных соревнований. Никаких средств мне лично перечислять не нужно будет. Все это будет у Алексея, это будет взнос в Федерацию. Он не ездит в международных соревнований. К примеру, я тоже не на все соревнования могу ездить в эти сноски, но спортсмен, который выезжает на международные соревнования, будет просто уносить средства на развитие в федерации. А в дальнейшем федерация уже будет рассматривать, как их тратить. Пойдут и наградные требования в проезд, секретаря, президент, текущие расходы. Так что финансовые вопросы больше не обращают. Все вопросы финансовые, вот ты заметил сейчас все эти чеки и взносы, это будет аккумулировать у себя Алексей Безбородов. Зовите его банкир, зовите все насилия, кстати. Вот что касается этого момента, это очень важный момент, чтобы было все понятно, что у нас будет взнос, федерация, федерация, развитие федерации. У нас больше не будет такого на дорогу, на проезд, на все чего-то, услуги. У нас такого больше не будет. Всеми документальные вопросы, бумажные вопросы будут заниматься, как прежде я. Готовить заявки в международные соревнования, посылать заявки в международную федерацию. Здесь вы будете предчислять скромный счет и все вопросы, касаясь финансов, где-то решать с Алексеем Алексеевичем. С Алексеем Александровичем. Сразу хочу еще добавить, что у нас оплачивается судейство, поэтому кто судил эти дни, из тех, кто присутствует, подходите. По итогам дня почему судейство? В дальнейшем вы же не власть. Что касается судейства, правила у нас единые, единая федерация, поэтому не надо ничего выдумывать. Электрософенский долго бился с этим, и с буржуями, и на вопрос, где вам, ну, четко ответственно, у нас одни правила, но не можете поднять без доживы, взимать и меньше. Ну, в комиссии, которая была в лице президента международной федерации Билл Бартин и Дэнси Барбан, дала цепочку от России, сказала, что чемпионат прошел на высоком уровне, все у вас замечательно, кроме одного момента, судейство. Судейство у вас отвратительное. Лайн-подходов там нельзя, что не считать, просто надо сказать. Подкорректируйте этот момент, и вы будете лидером в мире по всем вопросам. Так что вопрос, как бы, по правилам там закрытые, судейство должно быть объективным, объективным судейством. Я понимаю, что мы все друг с другом знакомы по 10 лет, и у нас такой, Валерий Иванович Кирешко, периодически судит бездорожного сына, судила. Его с позором догоняют, если там правильно все это происходит, правильно там нарушение правил, он не считает, просто во время потока его снимают. У меня, кстати, были такие случаи, были случаи, несколько раз. Валерий Иванович Кирешко, потому что, как Владимир Иванович Кирешко, очень внимательно к этому вопросу, правила есть правила, для их соревноваться, мы не можем поднять нам без нарушения правил, да, это автоматически, у него поработать. Ну, будут ниже результаты, будет, как бы, понятный результат. Еще вопрос у нас. Про календарь. Календарь на 2018 год, но чемпионат России у нас будет, скорее всего, как Владислав Михайлович сказал, с циротероссийским турниром, совмещен, будет он в апреле или в мае, мы их международные соревнования, вот и нас не привязаны, никаким образом, как будет удобно и организатору, и многим. Ну, такие даты приводятся. Соответственно, осенью будет в Кубах России. Вообще, если желающий, не желающий, какие-то регионы привезти, соревнования. Ну, вот, когда я, потому что, подавал Николай Васильевич Капитонов, вот, проведение в Гугольбе чемпионата России, глубокую провел, на высшем уровне, все были довольны. И, ну, как бы, недорогое пожелание, дорога, как бы, не такая быстрая, как в ЦИФО, но, тем не менее, соревнования просто не в хорошем уровне. Сейчас Николай Васильевич хочет привезти в чемпионат России, старшую, как у нас, в Гугольбе. Когда? Весной. Я в Москве, мы 18-й год уже запланируем. Многие здесь работают, и многие, в обык, организации требуют заранее отпуска. Мы уже подали эти графики на отпуска, учитывая те соревнования, которые есть. Если сейчас все будет ломать, естественно, как бы по этой соревнованиям, с ним только переносить, но и в других организациях. Поэтому просьба, потому что 17-й год, вот он сказал, май, марте он приведет, давайте оставим. А потом уже видно Путин. Ну, это будет, то есть, мы уже так... Очень сложно. Немножко от другого мы пляжем. От пляжем от другого. Мы хотим им всем, во всероссийский Китай дарь войти, мы хотим их с пусками, вот, и хотим где-нибудь поближе, хотим, чтобы так, но... Ну, давай скажем, мы будем вас снять, вот, если на начало. А там все будет. К сожалению... К сожалению... К сожалению... К сожалению, лесоруб, желание провести соревнования, мы не собираем. У нас были предварительные заявки о Чебоксаре, но... Учительные заявки о чебоксаре пока мы не получили. Возможно, это будет и Чебоксаре, но... Ближе к делу, ближе к делу. Мы понимаем, что вопросы с организацией сложного. Нужно много вопросов решить. Вот, а здесь многие представители различных регионов, но создавайте у себя мощные организации, чтобы... проводить соревнования в различных регионах страны. Желательно, конечно, это центральный область, потому что это дороги. Вопросы еще какие у нас? Вопросы еще... Так, я сейчас же говорил... ...от того, что мне это... ...так, что-то я ждал, ждал... Не-не... ...народ устал. Народ устал. А хотелось бы мне кое-что сказать. Скажи... Я говорил он в Кусинке. Я говорил он в Кусинке. Я говорил он в Кусинке. Хотелось бы сказать, как виновником всех торжественных, как говорится мне. Всех вопросов моих. Уже сколько ты говорил. Уже все все знают. Сколько ты выступал в Казахстане. И попудешь? Знаю. Продолжение следует... 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 Давайте, Александр Сергеевич. Голосуем. За, против или Александр Сергеевич? Кто за состав, за заслуги в развитии? Кто против? Кто воздержался? Не повлияет перевод с федерацией, этот комитет государственный на наши вопросы. Потому что, когда вы арендовали этот зал, вы ветераны, да, вы возьмете спас мало за аренду ваших выступлений. А вы, при комитете государственный, возьмете полный. Не повлияет на наши вопросы в дальнейшем. Ветерарий Федерации России является общественной организацией на государство, не имеет отношения. Она имеет отношения к аккредитации, чтобы, раз она аккредитована в данном виде спорта, государство передает часть полномочий, в принципе, по развитию данного виде спорта. Она была вообще не организацией, а она оказалась общественной организацией. Когда в следующий раз будете это давать в другом городе и писал, вы будете... Будет слово, говоришь, вы будете рады, вы выступаете, и... Какие... Да, у нас есть положение, положение, как все это... Я, как человек, вот проводящие соревнования в городе Москве по тяжелой атлетике. И тяжелая третья не является травмоопасным видом спорта, не входит даже в двадцатку. Нам свою помощь вообще не дает. А столько нам три тысячи рублей. Дайте ближайший человек в вас на своем. Посмотрите, сколько его лет. Мы более травматичные, чем как мы мужики. Так, уважаемые жители, федерации, вопросы, которые завершены. Александр против «Слово» и я добавлю сам, указительно его последний момент. Тоже самое. Давайте все сразу соберемся. Минуточку. Александр, а куда было? Вам снова долбить? Минуточку, курнику, курнику. Да, да, да. Вы, господин, не терпите. Три минутику. Уважаемые корейки и середины. Мы не можем. Мы считаем, что камер сидит. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы все уходим. Конечно, я считаю 35 лет. И вот это ужесточение условий наступления, они вообще требуют, конечно, на нас скарбятся. Это раз. Ну и в конце концов, из этого собрания я понял, что все-таки я, наверное, в своих как бы претензиях, выступлениях добился цели. К этому я и хотел прийти, когда выступал раньше. Чтобы не была у нас федерация ветеранов, которая не зарегистрирована в ЕГРЮ, а все-таки в конце концов, мы относились бы к основной федерации. Основная федерация, она зарегистрирована, все отсюда, отсюда. И президент наших ветеранов, ветеранов, и знаменитарных, я считаю, не имел права дистантировать там что-то. Устава-то нет. Человек без прав, обязанностей, полномочий. Мы как бы дали, как мы забрали, дали полномочий. Ну а потом не надо лукавить, конечно, вперед. Не надо лукавить, что я вот так и самая. Там что-то так. Разлагали. Нет. Не надо лукавить. Мы подали не за язву, на кубок мира, все началось только мир. Отдельные личности по интернету, я смотрю, зарегистрировались на кубок мира в 2016 году. Взяли, и мы зарегистрировались. Я еще там, где-то сходит трое-ше, как нахуй, снял. Мурашок первый. Потом уже, после этого, он увидел, когда мы есть в Картово-Блисте, нечего искать зарегистрацию. Увидел, что мы зарегистрировались. И письмо. Если не исправить ошибку, значит, вы будете зарегистрированы. Но я сообщил им в письме. У нас полтора месяца есть. Прошу включить нас в заявку. Я это сообщил. Вот с этого началось. Потом он говорит, что я заявку посылал в Германию. Или в заявку. Я только посылал заявку. Как бы заявку. Его не было, кстати, собрать. Меня попросило. Вернее, не собрали, а он заблуждал, я понял. И меня попросило состав команды. Я написал, включили его состав команды. А меня не включил. Это по-моему все очень можно рассуждать. Как, был, был, был. А, был, был. Иди где я включил. Не включил. На каком основании? На каком... Моя огромная просьба, не расходи, не с Александровичем. Так вы ведите себя, я ведите себя. Тридцать секунд, Александр, давайте. Поэтому я считаю, что вопрос о моем отстранении, о моем отстранении. Мне нельзя так говорить. Вот писали мне еще что-то. Да, я много раз говорил, что и он отверзал это что-то. Вот так вот. Держал в письме своем, что вот мы нарушили правила. Что ты вот вытянул? Я же, прежде чем мне ехать, я просил у международной организации, могу ли я? Уважаемые спортсмены. Тридцать секунд, чтобы подытожить. Воскресенье выступает, я покажу тридцать секунд, чтобы подытожить. Уважаемые спортсмены. Расскажу немножко, Александр Курчик. Перед Новым Зеланием, перед Семирной Лейбиной, спортсмен проезжал в ремейский комитет. Где присутствие Президента Федерации Максима Агапитова, Кишкина Александра Степановича, генеральный секретаря Федерации, Надежда Назарова и меня. Был... Надежда Назарова, какой? Перелыги. Да ее не было. Там у меня четверть всего было в глазах, а вот... Несколько у нас будет больше. Вот, спортсмен. Был разговор. Я рассказал о правилах, о всех событиях, которые произошли. Рассказал о правилах Федерации. Подложил документы. Там была заявка на участие в Копке Мира с печатью Нижегородской. А потому что не было предназначено. Вы, 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 когда выступали, я молчал. На что Президент Федерации Федерации Максим Агапитов спросил, что это такое? Говорит, я зарегистрирован. Агапитов сказал, что Палахов Дяги Власти уже зарегистрирована. Но она не имеет полномочий подавать заявки на международные соревнования. Он спросил, у вас была конференция в России? Гурлий сказал, была. Вы, президент, избирали? Гурлий сказал, что не избирали. Вы выбрали ТЩК? ТЩК. Какими-то под давлением каким-то? Нет. Вы выбрали демократические? Демократические. Он это спрашивал. Все. Вы согласны, что Президент? Согласен. Дальше. Открываем международные правила. Смотрим. Участие в международных соревнованиях подается световой источник. Международные правила. Может подать только один источник. Источником является Федерация ветеранов золотых России. Она не зарегистрирована. Она в ИГРУ. Но она обладает правой подачи заявки в международные соревнования. Она в Международной Федерации покредитована. Она кредитована. Вот. У Александра на тот момент была просьба участия во всемирных играх. Вот. Он сказал, что со многими вопросами он согласен. Он не согласен тем, что Федерация без его ведома потратила его деньги. Вот. А именно. Тысяча семьсот долларов заработала Федерация за первое место на оккупе мировых и человек. Присчитается и может. Десять процентов. Тысяча сто семьдесят долларов. Тысяча сто долларов. Да, ты меня. А вы меня не отдаёте. Пожалуйста, помолчите. Дисциплинарный комитет уже начал работать. Тысяча семьсот долларов? Вы принимали, вы голосовали за отчёт. Там было это всё указано. Вы сразу голосовали. Вот по трех я не знаю, вы голосовали. Я ещё разучаю. Дисциплинарный комитет сейчас работает. На что Максим Актервирович сказал, что Александр, вам не хватает денег? У вас финансовый вопрос, пожалуйста, деньги, ну сколько вам надо? Да там пятитысячные купюры, там бачку пятитысячные купюры. Царь сказал, что нет, деньги, деньги не нужны. У вас финансовый вопрос, да мне, но эти деньги я не возьму. Дальше, я объясняю, что 1700 долларов были комментированы в рубли, и на эти деньги были изготовлены медали за мировой рекорд. То есть у нас на Нечеване было собрание, на котором решили, что если деньги делить на 40 человек, то получается 40 с большим долларов. Либо разделить эти деньги по 40 с большим долларов для человека, либо оставить на развитие федерации. Проголосовали, что ставят на развитие федерации. Царь сказал, что я не голосовал, моего слова не было. Вот, но, тем не менее, я предложил, но если вы на этом настаиваете, то мы можем вернуть вам эти, как вы считаете, 170 долларов, но никакого отношения к наградной атрибутике, которую изготовлены в герациях, вы имеете в виду. Он сказал, хорошо, поэтому написал заявление, я, Курдев, в Аликунском комитете был, Курдев Александрович не перебивает меня, написал заявление, потому что я, заявление, кстати, здесь есть, возвращаю всю наградную атрибутику, вручающуюся мне, вот, такому-то, на что федерация должна возрастить ему деньги. Федерация деньги ему возвратила, наградную атрибутику он не возвратил. Это будет поставлено на дисциплинарный кабинет, его поступок, его поступок. Он до сих пор не возвратил. Секретарю меня спросили, вы, при этом соревновании, вы вернули наградную атрибутику, которую вы написали, что вы ее возвращаете. Вы никакого отношения не знаете. Кто меня от этого года за неформирование, кто меня, товарищи, товарищи президенту, только лучший, лучший спортсмен в горе, я же родился, что лучше всего. Он написал заявление, он написал заявление, в котором он обязуется, обязуется вернуть наградную атрибутику. Николай Шанин передал ему деньги. Я передал Николаю Шанину. Николай Шанин сказал, что все у него. Но дальше я позвонил Николаю, Николай сказал, что Курнев у меня все забрал. Когда приехал Секретарь, он задал вопрос, вывезли наградную атрибутику, которую вы обещали вернуть, официально это заявление по этому поводу. Он сказал, что ничего я возвращать не буду. То есть, то, что сказано Александр Кур, присутствие Кишкина, присутствие Агафьева, присутствие меня и Назарова, то есть, он в очередной раз. Я еще раз скажу, пожалуйста, не перебивайте мне, я дам вам слово. Это... Десять раз в день никогда больше вас. За этим, за счет. Предыдущий пример, 2015 год, Бонгкор, Великобритания, чемпионат Европы. Прошли, Никифоров уехал, я получил визу, оплатили проживание. Звонок от Александра Куркова. Я не могу найти проживание в Монголии. Я говорю, ну я... Никифоров мне звонил. Никифоров мне звонил, он не поедет. Хотите, вместо Никиру проживание. Сколько стоит? Я говорю, около 50 евро стоит проживание. Никифоров заплатил за 10 дней. Я 10 дней не буду, я буду 3-4 дня. Ну, за то, что Рейхов будет промывание, заплатите, пожалуйста. Вот. Отдадите Никифорову. Хорошо. Вот, по приезду в Аккур Александр увидел более дешевое размещение там за 30 долларов, евро или футов, в общежитие. Вот. И не стал, просто посчитал, что вы видите. Я не знаю вопрос. Ты должен был, Никифоров, вернуть за проживание. Здесь ничего я возвращать ему не буду. Я там не жил, ничего возвращать ему не буду. Есть очередной поступок Александра Куркова. Ваши все покупки будут разобраны дисциплинарной традицией. Я вам извиняю. Я вам извиняю, как вы прошли. Я не учусь. Саша, у нас не поводил, что он в социальных. У нас, получается, лучше, которые... Так, слушайте. Мы с вами и будем. Знаете что? Вот смотрите. Есть у нас общественная организация, федерация тяжелой отлетии, федерации. У нас должно быть разработано положение ваших права и обязанностей и наши обязанности. Права. И права. И тогда, вот здесь скоро... Вот приехал я, обязан меня заплатить этот снос. Я его должна заплатить вам. Да. Обязанная я в тысячи, я должна его сделать. Если вы собрали, что вы поднимали, вы перенесли, перенесли, перенесли сейчас, и тогда не надо, потому что наши вопросы... Мы на обзор собрания принимаем решение. Публика... На... на сайт. У нас есть решение в общего собрания. Я это не думаю. На обзор собрания принимаем решение. Люди его не доедут. И наедут. Моя франция. Не доедут. Вы смотрите. Я работаю. Я работаю. Президент, у нас не собрали только в этот раз большой, эдитивный. Только в этих лет. Нет, подождите. Я работаю. Сегодня это что случилось? У меня есть согласовый сетю вуза. Я подписываюсь к вашему учебу. Так, значит, давайте, давайте, чтобы вы сейчас. Я не буду сетю в сетю. Я не буду сетю в сетю. Я не буду сетю в сетю. Короче, 30 секунд. А для этого собрания выстреляется на время. Всем удачи в выступлении, дуберку права. Всем поздравляем. С удачиванием, с удовольствием. Солодой. С удовольствием.